У меня, здравствуйте, Анна, у меня цветная баллонка, ей год, когда выходим из квартиры, ужасно лает, и когда видит собак людей, тоже поддается, наверное, лаю, не злобно, но громко, что с этим делать? Ну, сначала надо понять причины, почему собака это делает. Как правило, лай – это сигнал к тому, что собака боится. Бывает иногда лай – просто возбуждение, но агрессия, как правило, лай не соответствует. Так, я пытаюсь сформулировать ответ так, чтобы не ссылаться на курс, потому что там уже в первых модулях эти упражнения, и они, как бы, я их показываю визуально. Ну, попробую сейчас, ладно, рассказать. Попробуйте выводить собаку на так называемые мишени. Это ваша рука, в которой есть горсточка корма. Вы ставите собаку в носик, и вы проходите те места, в которых она волнуется. Если ей нечем заняться, она начинает показывать свое стандартное поведение, например, лай. Но если ей есть уже чем заняться, например, выедать кусочки. Покушай, давай, скажи всем здравствуйте. Паки спал. Если ей есть чем заняться, например, выедать кусочки из вашей руки, двигаться, слушать вашу похвалу, то собака начинает уже концентрироваться на этом. Я сравниваю такое состояние, например, фобия в самолете. Вот хозяин, ой, хозяин, человек просто боится летать. И вот если он летит и боится, ничего не делает, он себя накручивает, да. А если он летит, боится, но при этом слушает музыку, кушает, разговаривает с кем-то, ему уже значительно легче. То есть вашу собаку нужно переключить в что-то, что можно делать. Это первое. Точно так же на улице. На улице с людьми и собаками есть методики по работе с дистанцией. Об этом тоже очень подробно я рассказываю уже на второй неделе обучения в модуле. Работа с дистанцией. Вы замеряете дистанцию, с которой вы видите собаку. Ваша собака тоже видит другую собаку, но еще не начинает лаять. То есть она еще не показывает никаких возбужденческих таких, да, или каких-то страхов своих не показывает. Начинайте работать с нее. Делайте ряд упражнений. Опять-таки, каких упражнений, ну то есть либо приходите учиться, либо там в интернете смотрите, что можно такого легкого подделать собакой. То есть это какие-то трюки, игра, выкармливание кусочков из рук, да, то, что я так просто на слух могу сказать. И пытайтесь сократить дистанцию. То есть, например, вы начали работать со 100 метров. Поработали здесь, увидели, что собака максимально успокоилась, расслабилась и перестала реагировать на ту собаку. То есть она и до этого не реагировала лайм, но она ее видела там. И пытайтесь дистанцию сократить. Не сразу же 100 метров, а, например, на 10 метров сократили, опять то же самое. И делаем всегда по-разному. Иногда вот сократили дистанцию и ушли, просто похвалили собаку и ушли. А иногда начали продолжать сокращать дистанцию и потом только уйти. Потом есть техника параллельного хождения. Вы, опять-таки, измеряете дистанцию, например, 100 метров и начинаете собаку свою водить туда-сюда параллельно. То есть там вон где-то собачка, а вы ходите параллельно. В одну сторону, в другую сторону, в одну, в другую. Смотрите, как только ваша собака перестала туда коситься, там, порыкивать, поскуливать, вы дистанцию сокращаете. Или в какой-то день просто говорите, молодец, и уходите. Потом на следующий день возвращаетесь к этой же тренировке. И таким образом мы дистанцию сокращаем. Вам нужно научиться работать на правильшем поводке. Либо приходите учиться, либо приходите на мой бесплатный мастер-класс, который идет по вторникам. Ссылка в профиле. Ссылочку я вам скинула сюда в переписку на свой профиль, а там уже ссылка на регистрацию. И также попробуйте немножко убрать стереотипию, например, что касается именно выхода из дверей. Возможно, она еще лает просто от возбуждения. Она такая, хей, мам, мы сейчас пойдем гулять, 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 гулять. И она вот вам говорит такая, гав-гав-гав. Вот, вы можете выходить из дверей, но не идти гулять. То есть, например, ваша прогулка в день – это два раза, но из дверей вы можете выходить 50 раз. Из них только два вы дойдете, собственно, до улицы. Итак, мы немножко обнуляем вот этот вот стереотип, что мы, когда выходим из дверей с собакой на поводке, а вы одеты, это всегда прогулка. Нет, мы теперь объясняем, что собака на поводке, вы одеты, полная готовая к прогулке – это не всегда значит улица и какая-то там движуха. То есть, вы можете проработать момент выхода из дверей. Прям 50 раз выйти, зайти обратно, раздеться и там читать книжку. Опять собраться, выйти, зайти обратно, раздеться и продолжить читать книжку. Как только здесь получилось поработать, начинаем доходить уже до лифта. Если она у лифта начала лаять, то же самое, или просто возбуждаться, и то же самое.